Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас 24 февраля. Но в этот день будет знаменит тем, что сегодня в 5 утра российские войски атаковали украинские границы на Украину. Это очень печально, очень неприятно. Это настоящая война, которую мы долго чули. И сегодня уже, как говорится, встали перед фактом. Несподивили для некоторых нас, потому что мы все-таки думали, что такое быть не может. Потому что все-таки россияне, украинцы, братцы, народы. И когда берешь каждую семью, даже если взять, и кто-то из них родичи украинцы, або россияне, их важко выдрезнять. Потому что насколько они тесны. Но, к сожалению, большому сожалению, российская влада сделала свой выбор. Я думаю, что это не угодно Господу, не угодно Богу. И мы переживаем такой страшный час, когда, если раньше были какие-то регионы, то мы переживали, а сегодня вся Украина. По всей Украине, по всех регионах, ну, по милости Господне, по Коровинской области не тронуты. Да, во всех областях, в основном, взрывчатки взрывались, стреляли там, и происходило всякое неприятное, нехорошее. Ну, конечно, нам, верующим людям, только одна есть лишь надежда на Господа. Молиться Бога, просить Божьей милости, что Господь благословил, Господь не допустил, чтобы все стало хуже. Потому что мы знаем, что последствия, может быть, набагато хуже. И наша надежда только на Господа. Мы верим только в милость Божия, и просим Господа, чтобы Господь сохранил, и чтобы не было это кровопролитие. Это просто, это марно. Это, я не знаю даже, как можно выразить это все происходящее. Абсурдная ситуация, которая складалась сегодня. Ну что, будем начинать наше служение. Сегодня у нас служение семья Милуян, Татьяна Шор, сестра Вера Фрицак из Молдавии, Виталий Фурманчук, Виталий Володя Шек, Олег Билаш, Руслан Стесюк, Каяния Укасян, Эрот и Лидия Лик, Германия. Кристина Укасян, Максимчук, Людмила, Наталья Укасян, Ольга Саражинская, Ольга Саражинская, Таня Долженкова. И звонила нам мне Людмила Шуман. Я сейчас постараюсь ему отправить звонок, но напрямую мне звонили, не знаю почему. Ну и вот это всё мы сегодня с вами, участниками. Так уж в собрании участвует наша сестра Вера Адамович в Сакраменто. Добрый, дорогие братья и сестры. Я рад за каждый из вас, что вы приедналися, что мы имеем такое спиркувание. По крайней мере, Господь положил наше сердце. Но ничто не должно нас унывать. Мы верим живому Богу, мы надеемся на милость Господня. Наша цель, задача приблизиться до Господа и жить с Ним. Вот это и вся наша цель. А по дороге, конечно, будут разного рода препятствия, но мы должны пройти это всё. Мне, правда, я долго думал и думал, Господи, вот такая ситуация, и даже, честно говоря, головами приходило ничего такое. И о чём я думаю? Война, война, война. Потому что сегодня много смотрели о новинях всякого рода. Хочется увидеть, как там происходит это всё. Информация много в голове. Но я отключился я трошки. И, Господи, дай мне как бы сосредоточиться на Слово Божие. И мне пришло на думку, это местописание, это Ведлуки 10 главы. Мы читаем такое знакомое место про молодого человека, который... Ну, как молодого? Написано, один человек, каждый законник, хотел искушать его. И сказал, учитель, что мне делать, чтобы последовать жизнь вечную? Этот вопрос сегодня, как бы сказал, всех интересных, повестки дня. Все хотят иметь жизнь вечную. Всем хочется мать жизнь вечную. И каждый, знаете, у них, у каждого есть свои меры. Каждый мать свое мерило. Они думают, что если вот так сделают, то будет так. А если будет так... Вот сегодня мы шукаем дом молитвы. Шукаем, просим. Ну, такие цены. Ну, такие страшные цены. Ну, такие робятся. Думаешь, Господи, ну, почему такая цена? Ну, почему не можно дешевше, да? И тут, смотрите, тут война. Не дай Бог коснется до нас. Не дай Бог коснется до тех людей, которые так дорого продают. Да, спрашивается, а что для вас важнее? Вот эти гроши, которые война сразу уберет и обнуливает это все? Или вам краще было бы рубить доброе дело, срубить благотворительность в этом плане? Даже будете наслаждаться этим, и вам будет очень приятно. Вы будете благодарить Господа, и будете дякать Богу, что у вас будет покой души. Вы срубили Божие доброе справа. И вот человек приходит до Иисуса и говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне делать? Как я уже сказал, у богачок этот вопрос стоит. Повестка дня. Сотные, миллионы людей сегодня задают этот вопрос. А что нам делать? Иисус говорит, а что написано? Как ты думаешь? Что ты читаешь? Что написано? Он говорит 25. Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всей душой твоей, всей крепости твоей, и всем разумением твоим, и ближнее твоего, как самого себя. Ну, опять же, тут у нас выникает вопрос. Интересно, а как мы сами себя любим? Как мы сами себе ценим? Как мы сами себе, сами для себя, бачима зовсим иншими очами? Не как другие бачат, а у нас свои погляди есть для себя, на себя. Мы себя считаем праведным, мы себя считаем правильным, мы себя считаем хорошим, добрым и тому подобное. У нас есть свои расценки. А вот другие, другие не такие. У других мы видим совершенно на другом ракурсе. Ладно? Переходим дальше в беседе. Иисус сказал ему, правильно ты отвечаешь? Вот так поступай и будешь жить. Всё. То есть ты своим сказанием открыл этот путь, ты правильно рассуждаешь. Даже тут же правильно. Ну, как бы сказать, не остаётся человек. А кто мне ближний, скажи? Иисус на это, скажи, рассказывает историю, которая нам с вами ведома. Кажи, один человек шёл из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. Я хочу, чтобы мы углу... Просто не то, что по привычке отчёли вот эту историю. А мы просто себе анализовали этого человека, явно побачили положение. Это беда. Это страшно. Человек побитый едва живи. Это не то, что просто там нос разбили и винт там. Не. Едва живи. Там я не знаю. Я помню, когда сестра Оля Саражицкая моливала вот эту притчу, там, доброго самарянина, на стене нашего. И этого самарянина, этого человека, бедалаху, который побили, она намалювала такие крепкие, здоровые мужика, дядька такого, лежит себе. Когда я увидел кастролю, надо побить. Написано, едва живи, где раны, где там это самое. Она нам взяла и домалювала уже. Действительно, уже выглядит побитый, разбитый, едва живой. Вот это уже я понимаю. Так написано в Писании. Этот человек был в страшном, ужасном положении. Едва живой. Представляете? Едва живой. Другими словами, он, во-первых, конечно, Богу. Я хочу, здесь я должен тоже нежно дать ударение на одном рече. Я хочу, чтобы вы заметили. Он воп... Я думаю. Он вопиал Богу. Вопиал Богу. Я себе думаю, просто допускаю так. Он вопиал Богу. Он вздевал до Господа, наверное. Он говорил, может ли вы, Боже, поможи Господи, в виде навстречу Господь? Я не знаю. Какими-то словами говорю. И тут проходит священник. Казалось, Бог чувил его молитву, не? Священник. Может, богато людей пришло, но акцентовано там, на священника. Священник пришёл и не заметил этого человека. Что? Подивился за него, али прошёл мимо. Как тут написано? Давайте прочитаем. По случаю, шёл один священник. Как дорогой? Увидел его. Увидел. Его. То есть, бачил. Али не заметил этого человека, его проблемы. Прошёл мимо. Потом другой пришёл, левит. Тоже пришёл, подивился. Тоже не заметил ничего. Наверное, думал, всё нормально. Человек просто отдыхает. И пошёл дальше. А людина, который должен был пройти мимо, самолянин. Вин навпаки зупинился. Заботился. Вин остановился. Ему Бог в сердце говорил, и он реагувал это всё. Вин остановился. Вин обратился к Богу. Вин осознал, что это Бог расположил его в сердце. Он тоже мог пройти мимо, но он не прошёл. Этот человек сделал то, что другие не делали. Могли делать. И священник мог делать, и левит мог делать. Но не делали они. Но он сделал. Он это сделал. Он оставил все свои речи. И, как говорится, на коню был вопрос жизни и смерти этого человека. Заплатил все сделал. И написано, привязал ему раны. «Возливал ему масло и вино и посадил его на свои осла. Привёз в гостиницу и позаботился». Вы знаете, что такое позаботиться о больнице? О людине, который едва живи. Подменять, помить, почистить. Знаете, это не просто слово. Позаботиться. Он позаботился. Он позаботился. Он тратил время, час, все. Ни никто не брезгал, ничего. Он заботился. Он помил и почистил. Он сделал, что можно со своей стороны. Ему было абсолютно, можно сказать, наплевать, кто что там думает. Но он сделал, он знал, он должен делать это. Он чувствовал покликание. Он взял и заботился. А что, мало того, на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержителю гостиницы и сказали ему, позаботиться о нём. И если и сдержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Вот такая история. Ну, я хочу теперь вопрос задать с другой стороны. Скажи, вопрос ставит, кто ближний? Иисус потом задает. Он сказал, кто из трёх думает, что ты ближний попавшему разбойнику? Вот вопрос для нас. А вы уявляйтесь, давайте этот вопрос. Я никогда не услышал за эти 30 лет моего уверения. Я никогда не услышал вот такого хода поворота, о котором я вам буду говорить. Вот скажите, а как вы реаговали бы, как бы этот человек, побивший, избивший, едва живой человек, потом, когда они встретились, он открыл глаза, там, ему сказали бы, это он, это он тебе спас, это он тебе допомил, это благодаря его усилиям, ты сегодня выздоровеешься. Вы уявляете вашу реакцию, я хочу, чтобы вы думали. Как вы думаете, а если бы он сказал в это время, когда ему сказали, это он, это он, да? Скажите, он что, нуждался, что ему похвалили, или ему на руках нас, или нет? Просто ему сказали, что это он, да? А как бы вы думаете, как бы реакция, как бы он сказал, а при чем тут он? А при чем он? Это Бог мне помил. Это Бог. Да? Бог? Да, Бог? Действительно Бог помил? Конечно, Бог помил. Но то Бог помог через этого человека, через этого чужинца, который пришел, и благодаря этому же Богу, он согласился, потому что двое твои родные, близкие, с твоего народа, они тебе нехтовали, и не замечали тебя. Думали, да, хоть со своими проблемами нечего было лазить там неизвестно куда. Но это чужинец, тебе вировал из того ада. Это чужинец, а ты кто такой? А при чем он тут? А при чем? Не, извини, а ты кто такой? Вы представляете такую картину, как бы вы были? Але дякуючи Богу, тут там нема такого. А сегодня в мире есть такие. Сегодня в мире мы встречаем таких людей. Это неблагодарные люди. Это люди, которые забыли вчера, в каком они болоте находились. Это те люди, которые сегодня, они не забывали, что завтра может еще и снова придать, еще хуже болота. И тогда ту ветку, на которой ты сидишь, сегодня ты ломаешь, сегодня ты режешь, сегодня ты плюешь на то все, что происходит. Забываешь еще, что у тебя жизнь впереди. Не будь неблагодарны. Этот человек, не написано, что, я думаю, этот самарянин, он не нуждался, ему не надо было. Наверное, это не первый, не десятый, не сотый человек, который ему помогал. У него даже сто лет, ну когда вопрос стоял, когда говорили, и этот человек как бы так говорил, так неприятно, ну так неприятно. Если вы думаете, странные люди люди. Как мы странно иногда можем поступать? Иисус сказал, кто твой ближний? Почему, другими словами, этот человек должен считаться с тем человеком, это он ближний? Я думаю, как бы это был бы я. Как бы он, я где бы не видел, я бы обнял бы и целовал бы его. Где бы я его не видел. Да, я люблю целовать человека, я люблю. Но это не мое значение. Потому что он спас мне жизнь. Да, Бог спас, но через него спас. Это он, все прошли мимо. Никто не замечал мою беду. Он заметил. Он реагировал. Я должен обнять его и целовать его. Я должен принимать, я должен... Это мой брат, это мой друг, это мой человек. Он никогда меня зло не причинит. Потому что он не вырвал с ада. Я умирал. Я бы не вен, я бы уже помер. Но он меня спас. Дорогие друзья, я не знаю, как бы сводить на сегодняшнюю вот эту войну, вот это все. Настолько сегодня бываем действительно неблагодарны. На всю Россию Украина поднял. Украинцы подняли Россию. Украинцы проповедовали этих морозах в Сибири, этих Сахалинах и по всему ду... Куда вы не дивитесь, все пасторы украинцы. Всю Россию духовно подняли Украину. А сегодня это неблагородный человек объявил войну украинцам. Он решил поубивать. Он завтра тоже скажет, а ты кто такой, а кто тебе? Это Бог, это Бог делал. Да, но через украинцев. Благодаря украинцам сегодня Россия есть, что сегодня есть. Столько велятных людей, столько разумных людей, сколько божьих мужей. Я кого не знаю, великих людей, все украинцы. Потому что в Украине духовная родина – это очаг духовный, центр духовный, который распространился по всему миру. Российский царь не оценили это. Российский царь не оказался благородным и благодарным. Не знаю, чем закинчится, я верю, что Господь обязательно учтет этот вопрос. И правда будет за Украину, правда будет за Божьим народом, за Господнем. Потому что Библия говорит, что если прикасающий вас прикасается, «звините око моего». И поэтому эти люди, которые сегодня находятся здесь, и они должны все прекрасно понять, что не можно идти против Бога. Не можно идти против Бога, не можно идти против народа Божьего. Потому что Господь за этим народом. Потому что Господь заботится о своих людей. Я хотел бы, друзья, на этой молитве мы еще раз вздевали до нашего Бога, попросили Бога, чтобы Господь сам благословил свой народ. Господь благословил русский народ. Русский народ – простой народ. Это тоже Божий народ. Я в России багато раз был, неоднократно был. Я видел и видел это все происходящее. Но сегодня нам не требуется, чтобы нас похвалили. Нам требуется, чтобы оценили. Нам требуется, чтобы люди, даже живущие там, в России, эти люди правильно оценили ситуацию и сделали правильный выставок. Чтобы это кровопролитие не продолжился. Чтобы люди оттямились, остановились и обратились к Богу. И покаялись за свои сделанные и соделанные грехи. И Господь даст свободу и мир. И тогда будешь видеть, кто ближний твой. Это уже не надо казать. Навпаки. Я себе даже подумал, кто бы кто, но Россия должна Украину всегда под ручку, разом вместе. Потому что Украина много сделала для россиян. Не на земном почве, а в духовном сфере и на багато другом. Добрый, хай Бог благословит. Наша задача молиться, друзья. Наша задача взывать до нашего Господа. Будь лящен Богу за все милости Господни, которые Бог проявляет для нас. Даешь нам шанс, возможность, чтобы мы правильно оценили и знали своего ближнего. И никогда не обрезали ту ветку, на которой мы сидим. Хай Бог нам поможет. Зараз я хотел бы разом с Вами помолиться. Давайте мы будем срабатывать до нашего Бога и прославить. Отец, мы Тебя сердечно благодарим, Боже. Цей важкий и тяжкий день, Господь, нашей жизни, Боже, который мы никогда не могли допустить, Боже. Несмотря на то, что Те неоднократно нас попередили, говорили, Господи. Али не хотелось верить, Господи, что такое произойдет, Боже. Али, Господи, происходило, Боже, сегодня гинут люди, Господь. Сегодня война начинается. Началось сегодня в 5 утра, Господи. Я прошу Тебя, небеса, чтобы Ты, Господь, Ты смирял сердце этих, Господь, неблагодарных людей, Боже. Дал, Господи, Боже, им разумение, Господь. Останови на их пути, Боже. Дал разумение, Господи, Господи, душу, Боже. Потому что это все наши дети, Боже. Они ждут войти, матеря, Господь. Я не хочу, чтобы они, Господи, видели своего сына, або дочку уже мертвого, Господи. Я остановил войну, Боже. Я прошу Тебе. Ты чуешь, народ Тебе, Господь, взывает до Тебе. Взывает до Тебе нож, Господи. По всей молитве, Боже, чтобы Ты, Господь, остановил Иисус. Ты е наше надие, Господи. Только на Тебе крюковаем, Иисус. Спрошу, милосер, Отец. Твои руки вручаем в нашу долю, Господи. Мы в Твоих руках, Отец. Мы не можем жить на небесах, откуда мы ожидаем Тебе, Господь. Но на разных случаях, что мы на земле, Боже, мы хотим мир, Господи, тихо, хорошее житие, Боже. Благослови, Отец. Пожалуйста. Благослови каждое сердце, каждую душу. Говори о нас. Избирай Дух наш Божий. И сказать, будьте вы важны. В мире будьте иметь скорость. Но мужайтесь, я победил мир. Будьте вы важны. Я свет перемих. Благослови, Боже, наше служение. И будь прославлен наш Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Сын. Святой. Аминь. Ну что, дорогие мои, мы продолжим наше служение. Хай Бог благословит каждого из нас, кто сегодня готов участвовать в служении. Будь ласка. Время – наша идея. Хай Бог благословит ваши песни, версии, проповеди, свечения. Хай все будут для славы Божьей. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Сестра Оля. Сестра Оля, прошу. Будь ласка. Я за подвиг Твой. Надежда на Тебя не пустыжает. Лукавому придется отступить. Душа Моя петь новое слагает. Христа никто не сможет победить. Аминь. 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 Что я тебя забыл. Ведь у нее была лишь капля масла И маленькая горсточка муки. Надеется, на жизнь был напрасно, Но чудо не кончались они. Я или и огонь посылал с неба, Позрался жертву, жертвен и ров, Наполнен водою, так ты там не был. Но это я свершил, бог строок. Помнишь, седрак, меса и адгенагу, Я сохранил их огненные печи, Огонь не опалил их, даже запах свой не оставил, Чтоб убитые, хоть убитые палачи. А я Даниила сохранил от львов голодей, Я паспи этим пищником закрыл. Та и животные, как видишь, не покорны, Ведь это я их, слышишь, сотворил. Я прозрачил пищу вере Леону, А после выплунь его сказал, Моим природа опоминуется законам, Всему, что дышит, я дыхание дал. А помнишь ли, как устосил я бурю, Как от любой болезни стелял, Позвольте мне стихии, ветры, море, Я даже носит, помнишь, воскрешал. Я из пяти хлебов и двух ледушек Мог накормить пять тысяч человек, Помимо женщин и детей, Мне все возможно. Я тот же Бог, Ваш двадцать первый век. Ты знаешь, в твоей жизни не хватило, Чтоб перечислить все мои дела, Которые рука моя свершила. Я твой Господь, защита и стола. А раз, без случая, и в вашей жизни мало, Когда я к вам навстречу выходил, Так почему же верю вас не стало? Только милости я вам явил. Ты помнишь, как я нежно постучался, Сердце твое тот самый первый раз, Как плакал ты и до мною сокрушался, Как води седовали в поздний час, Как сердце твое радость не ополняло, Ты распорялся ведь в присутствии моем, Рука моя тебя благословляла. О, неужели ты забыл о том? А столько раз ты не мог встать с постели, Прикованный к ней, ты тихо слезы вил, Боль сильной была в душе и в теле. Кто поднимал тебя? Кто исцелил? Я много раз хранил тебя от смерти, Если бы я, чтоб ебать его сейчас, Я, Бог, живой, я рядом, О, поверьте, я умер воскрес, Лишь ради вас. Я ваш Господь? Нет, я не извинился, Вы извинились, перестали доверять, Я жду, чтобы по мне, Чтобы по мне ты обратился, Что мои руки мог ты все отдаст. Но что ты плачешь? Почему сынаешь? Ну, раз ли нет у тебя меня, Так почему ты мне не доверяешь? Сын, дочь, как сильно я люблю тебя. Есть ли что трудное для Господа? Скажите. Нет, ничего, поверьте, ничего. Поверьте же ему, все расскажите. Он Бог живой, и все в руках него. Он непременно выйдет к вам навстречу, Какая бы проблема ни была. Он слышит ночью, днем, в обед и вечер. Он совершит великие дела. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Будданская, друзья. Аксимей Рад, пожалуйста. Ближе Господь тебе, Ближе тебе, Хотя в кресту пришлось подняться мне, Нужно одно лишнее, Ближе Господь тебе, Ближе Господь тебе, Ближе к тебе, Пустыне странник я, И ночь темна, Отдых на камне лишь Найдет глава, На сердце и во сне, Ближе Господь тебе, Ближе Господь тебе, Ближе к тебе, И пробудясь от сна, Песнь вас пою, Твоей хвалой, Христос, Плачь за меню, Скорби от рада мне, Ближе Господь тебе, Ближе Господь тебе, Ближе к тебе, Когда земную жизнь Окончу я, Когда во славу ты Ведешь меня, Вечная радость мне, Ближе Господь тебе, Ближе Господь тебе, Ближе к тебе, Мы говорим одно, А делаем другое, Мы говорим одно, А делаем другое, Играем в церковь, Христиан, О Боже, Что это такое? Дай мне увидеть нашу саму, Самообман, Нагруженным знанием по уши, Мы у умных фраз набрались про запас, И думаем, что Бога знаем лучше, А Он стоит и ждет в сторонке нас, Он ждет, когда в своих бегах суетных Мы вдруг поймем, Что Бога с нами нет, Что вы исполненные дела добрые, И важные светлые, Забыли про того, Что дал нам свет, Он ждет, Когда мы вновь весь мир оставим, Весь пыль в своей выдохнем, В тишине замрем, Когда мы вновь в его глаза заглянем, Когда мы вновь побудем с ним вдвоем, Мы слушаем, киваем, понимаем, Но слово исполнять мы не спешим, Выходим в мир, И тут же забываем, Жемчужина теряя по пути, В глазу другого ссор мы замечаем, На бревна же своими не граним, Поднявши руки всех и благословляем, А помогать не думаем другим. И вот мы волю Божию исполняем, Вернее, пытаемся исполнить без Него, Мы лишь устами небо вопрошаем, А сердце где-то очень-очень далеко. Святая Библия стоит с себя на полке, Стоит пилиться, А Господь зовет, О, не обманывайтесь, Ветреные люди, Что сеет человек, Кто и пожмет, Давайте же в своем сердце заглянем, Давайте же все в свое сердце заглянем, Ведь пыль своих выдохнем, И в тишине замрем, Искать Христа давайте не устанем, Давайте чаще находиться с ним вдвоем. Аминь. Слава Богу, Господу. Слава Богу, брат, Сестра Вера Адамович, Поделиться, прошу. Слава Богу, друзья, Сестра Вера, Сворада Сакрамента, Стихотворение, молитва, Научи Господи любить, Всем сердцем не для вида, Не обличать и не судить, Легко прощать обиды. Дай, Боже, силу избегать Нелепых, глупых споров, Не допусти самой мне стать Виновницей разборов. Удали также от меня Гнев, зависть, раздражение, Они пекут жарче огня, Пошли в свое смирение. От всех соблазнов и страстей Душе постав ограду, Утешь меня и пожалей, Тебе моя отрада. Помоги мудрость обрести, В скорбях пошли терпение, Чтоб за тобою вслед идти, Надеясь на спасение. Настав меня и вразуми На добрые дела, Чтоб я нести между людьми Любовь твою могла. Ревность о слове возбуди, Чтоб сердце пламенело, Чтоб и душа моя в груди Тебе хваленье пела. За тебя крепко ухвачусь, И в мире суеты, Я искушений не боюсь, Со мною рядом ты. Слава Богу! Слава Богу! Я думаю, что и сестра Вера Фрицальт прибавит этому свое пение И получит такая гармония Молдавия, Америка. Да, пожалуйста. Прошу. Только звука нет. Точно нет. Есть. Да. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Здесь в двух словах скажу, Тут говорится о любви Господней. Нету вести красивее, Чем знать, что Господь благословляет, Господь любит. И я не могу передать вам, Обхватить ту любовь, Которую Господь дает нам. И как бы поэтому я буду петь Ему всегда славу Господу. К этому я хотел добавить и сказать славу Домну, Луи. Слава Домну, Луи. Слава Домну, Луи. И я вместе выступаю. Давайте, хай я оба буду вместе, давайте. Слава Домну, Луи. Ну, это приятно, когда ходь двое разом. Погано, когда ничего нет. Слава Домну, Луи. Луи. Встают земні турботи, мов смяття. Зростає тільки віра та надія В обіймах всемогутнього Отця. В присутності Господній відчуваю Безмежне щастя, спокій і любов. Про всі проблеми зовсім забуваю І вдячна Богу, що мене знайшов. В присутности Господней торжествую, впаду в благовинні перед тем, кто в небесах меня житло готует, кто стал меня воистину близким. Хіба могла колись я це збагнути, що живучи на грішній цій землі, можливо у раю себе відчути присутність Божу увійти мені? В Його присутності насправді розумію, від без Бога я немічна і пуста, а з ним я сильна, все пройти зумію, яка б дорога не була важка. В присутності Господній зі сльозами, виспіваю Спасителю хвалу, не сила передати те словами, що серце відчуває вмить оту. В присутність Божу, у молитві лину, поговорити з Богом прагну я, хоча щоденна ця земна рутина заглушує бажання і почуття. І поки ще веде земна дорога, себе втішаю, підкріпляю цим, настане час, війду в присутність Бога, навіки залишуся поруч з ним. Там смутку і біди уже не буде, утре Господь сльозу гірку з лиця, про горе і тривоги вмить забуду у славі всемогутнього царя. Та ще живу на цій землі тривожно, повторю щоднини знов і знов важлива, понад все присутність Божа, дорожче золота Його свята любов. Слава Богу! Так, прошу, Курманчук. Салон 59-й Начальнику хора на музыкальном орудії Шушан-Идув писание Давида для изучения, когда он воевал в Сирию Цапотамскую и Сирию Цаванскую, и когда Яав, возвращаясь, поразил двенадцать тысяч идумеев в долине Соляной. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался, обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумление. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины. Чтобы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем, восторжествую, разделю Сихем и долину Саххов размерю. Мой Галаат, мой Манасия, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой, Маав умывальная чаша моя, на Эдома простру сапог мой. Восклицай мне земля филистинская. Кто введет меня в город укрепленный? Кто введет меня до Эдома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит врагов наших. Шалом Господь Спаситель мой, К Тебе взываю я, Услышь мольбу мою, У ног Твоих святых Нужду слагаю я, И всю печаль свою. У ног Твоих святых Нужду слагаю я, И всю печаль свою. Любовь Твоя меня Нашла, поставила, Сказала мне, иди. И к вечной радости Спешить заставила, Огонь зажгла в груди. Ты нежным голосом Сказал душе моей, Не бойся, будь в пути. Ты не один пойдешь, Но так же буду я Всегда с тобой идти. Ты не один пойдешь, Но так же буду я Всегда с тобой идти. И если ты скорбя Заплачешь иногда Среди борьбы и бед. Утешу я Тебя и укажу тогда На мой кровавый след. И ослабеешь ты Средь тьмы и суеты, Склонись пред мною в мольбе, Я путь Твой озарю, Чтоб ты не пал в бою, И силы дам Тебе. И слово истины звучит так сладостно, В израненной душе. И в сердце мир царит, И дух мой радостно Хвалу поет Тебе. Слава Господу! Слава Богу! Сёстры Ева Люда Ельня! Слава Богу! Отойди от источника горя, Жизнь не только еда и питьё. Книга жизни открыта сегодня, Торопись записаться в неё. Возвращайся с безбожной чужбины, Чтоб порадовать ангельский хор. Ты отцом, как и прежде, любимый, Только надо расстаться с грехом. Дьявол шепчет, покаешься завтра, Не откладывай, не ошибись, Обрывается часто внезапно Молодая, цветущая жизнь. Ты решаешь большие задачи, Ты бежишь за покупками в сумм, Но умрёшь всё равно ты, а дальше? Что ответишь за гробом Творцу? Жизнь, как нить, Смерть, как острая бритва, Духи чёрные, как вороньё, Книга жизни пока не закрыта, Поспеши записаться в неё. Со всех континентов народы земли Сплотились с единую церковь они, Чукча, албанцы, белорусы, испанцы, Все братья они во Христе, Чеченцы, грузины, евреи, осетины, Все братья они во Христе. И белорусы, и белорусы, Съединились с Христовым сенью, Румыны, летунцы, габардинцы, эстонцы Шагают в едином строю, Швейцарцы, индийцы, японцы, австрийцы Шагают в едином строю, Мы призваны Богом, мы все Его дети, Единые взгляды, божественный стран. Киенкаринцы, украинцы, немцы, Мы встретимся все в небесах, Турхмены, армяне, французы, цыгане, Мы встретимся все в небесах, Господь Иисус умирал на Христе, Чтоб кровью святую омыли сердце, Мордвины, болгары, греки, нотары Спасенье найдут во Христе, Узбеки, англичане, киргизы, египтяне Спасенье найдут во Христе, Со всех континентов народы земли Сплотились в единую церковь они, Таджики, казахи, монголы, полярки, Все братья они во Христе, Удмуртцы, китайцы, арабы, африканцы, Все братья они во Христе, Не счастье языков и народности все, Какие отец сочетал во Христе, Любить всех должны, невзирая на лица, Ведь братья мы все во Христе, Любить всех должны, невзирая на лица, Ведь братья мы все во Христе, Гляди же на землю, Спаситель ты сам, И всех нас скорее возьми в небеса, Мы ждем тебя с верой и любим тебя, Хотим тебя славить, достойно хваля. Красивый букет из различных людей Готовит Христос для церкви своей, Прекрасная встреча нас ждет впереди, Любимый Спаситель скорее гряди. Прекрасная встреча нас ждет впереди, Слава Богу! Слава Богу! Обычно о таких песнях и армян вспоминается, но в ваших песнях что-то я то ли пропустил, то ли я не услышал. Ясно? Пропустили, брат Сано, турхмены, армяне, французы и жадане. А, извиняюсь, думаю, ну как без армян-то? Вот. Как нельзя, у нас даже два... Мне было заметно, наверное, в это время я пропустил. Там один брат звонил из Америки, интересовался, я сказал, что у нас собрание попозже. Наверное, в это время вы вспомнили. А я все время жду и жду, коли будут армяне. Хорошо, в армяне дружелюбный народ. Я дякую Богу, что есть такие люди, и не только армяне, и украинцы, и всего народа. Божье творение. Хорошо, друзья, продолжаем. Будь ласка, кто еще не участвовал, будь ласка, давайте. Активно учусь. Мелоян, что это вы... вас требует будить? С напоминанием. Что вы там? Бодрствуйте. Семья Мелоян. Очень возможно, что они дескуда седут. Так, Мелоян, тишина. О, из Америки тоже опять пишут, интересуются братья наши. Так, сестра Кристина, что ты скажешь? Иногда, когда я предлагаю, говорят, что не успеваем, не успеваем войти. Ну да успевайте, у вас время есть, пожалуйста. Да, я тут. Где тут? Покажись. А, ну... Зараз улынку. Я не разбуду тебя случайно, нет? Давай, сестра, рассказывай. Нет. Только вот зараз, ну... Раз включу, думаю, тут оно уже было. Так, Наталья Укасян, после Кристины, я думаю, что... Если получится... Так, пожалуйста. Что там, Кристина, не получается? Да, да. Можно видно? Не видно. Видно, уже видно, да. Давай, пожалуйста. Все выключилось? Да, брат. Только чуть-чуть отпускай, чтобы голову... О, хорошо, вот так, давай. Пожалуйста. Уяви, этого всего могло бы не быть. Тих, кто поруч, коханых и родных людей. Волоси таких обычных никогда ты мог бы не пьюти. Нами втрачена ценность в посуде порожних вещей. Пригадай, а коли ты востаннє дивился с подякою в небо? Зі словами «Спасиби, мой Боже, за те, що я маю цей день». Дівусильцы, які чуються, «Хочем», «Бажаю» и «Треба». И впадается счастье у хрискит набитых кишен. Уяви, а ты мог бы з'явитись на світне на ліжку, не огорнтий маминем, ніжним теплом. И тебя б не занесли медсестри у теплую чистую колиску. Не поїла б мене солодким. Грудним молоком. Одно разом не бачив красу цього світу. Тих, хто втратив родили під подухом смертної війни. В кого просто при них помирали малесенькі діти. І в тому не здались і не стали відболювано. А прийняли хрес і життєву нелегку дорогу. І не втративши віру продовжили далі свій шлях. Зупинися, будь ласка. Навіщо ти гнівуєш Бога? Потупаєш в проблемах надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе за мало грошей чи достатку? За багато роботи, стосунків в родині не ціл. Не хай придуть миті у серці твоєму на загадку. Всі диви, які щедро до Господь дарував у життє. Пригадай, кожен раз, коли зводишся з рамки на ноги, все, що маєш невічне без ціни, яке дуже кривке. Не сприймай, як належне усе, що дароване Богом. Знаю, друже, що часу до болю життя нелегке. Але завжди знайдеться для щастя вагома причина. Для подяки, для світлих і чистих серцятумок. Я все знаю, як важко, як нить побиті коліни. Але, прошу, тримайся з тобою, все любячи Богом. Не гніви Його. Молю, цінуй те, що звично для тебе. Бо буденість насправді дарунок безціньої небесі. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш. Не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий. Ти просто зігрівся вже від того, що холод забувся і те, що отримав тепло. Зупинися на миті. І сподякую в серці до Бога. Я прошу. Уяви. Якби цього всього не було. Замінь. Слава Богу, сестра. Слава Богу. Та й продовжуємо, друзі. Пожалуйста. Наташа Гукосян. Слава Богу, брати і сестра. Я теж хочу зачитати вірш. Ти моя дитина. Благополучно добралася до дому? Так. Ясно. Пожалуйста. Дивлюсь на тебе з неба висоти. Дивлюсь на тебе. Ти моя дитина. Я бачу шлях, яким ти маєш йти. Я чую серця стук, важку хвилину. Твої думки міняються щомить. Я знаю їх. Всі наміри і бажання. Коли душа і плаче і болить. Моя дитина. Все про тебе знаю. Твій кожен крок і подих. Слів потік. Куди від мене можуть заховатись? До цього часу я тебе беріг. І ніколи вже не буду залишати. Я твій Господь. З тобою поряд йду. В земній долині щит твій. Охорона. І хоч крізь води і вогонь веду. З тобою всюди. Ти в моїй долоні. Коли лютує ворог навкруги. Твоя душа в тривозі заумирає. Я йду на зустріч. Щоб допомогти. Немав маяк. Твій шлях я освітляю. З тобою я і в радості, і журбі. Чи віриш в це? Скажи мені, дитину. Чому сумуєш, як приходить біль? Чому впускаєш серце недовіру? І кажеш в розпачі. О, Господи, де ти? А моя милість завжди над тобою. Чи світить сонце, чи подмуть вітри, тебе тримаю міцною рукою. Я хочу, щоб ти віру берегла. Шла думати упевнено і сміливо. Не захиталась в час випробувань. Щоб в небо, наче птах стрімкий, летіла. Я сили дам. Дам воду і хліб душі. Вона для мене найдорожча в світі. Життям за неї заплатим своїм. Усе зробив, щоб вічно могла жити. Щоб в серці заброніла, мов струмок, мелодія хваління і любові. Щоб на шляху земному кожен крок був кроком, що веде до перемоги. Будь вірною, дитину, до кінця. Я знаю, що дорога ця терниста. Та щоб отримати із рук моїх вінця, варто боротись, вірити, молитись. І пам'ятай, що поряд я твій Бог. Тебе не залишу на півдорозі. Цей шлях земний пройдем з тобою вдвох. Із очей твоїх зітру в небі сльози. Амінь. Слава Богу. Що там, Милуян, не залишся? Може, ти хвилина взагалі? Є. А, є. Наконець, голос. Зараз. Я зараз спою песню, яку той разлі до кінця. Интересно, що за песня? То, що ми твій не віде, нічого? Є. Уже видно. Так. 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 Перевод є? Да. Ну, постараюсь. Такі слова. На Кресте ти в последній раз для мене помолився. На твоєму руку мое имя було написано. І твій крові від моїх гріхів мені очистила. От текіць. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я знаю, что у вас целый комплекс. Гонит, тихо шепчет, жду. Рядом Бог с тобою днем и ночью. Не подумай, что тебя забыл. Он недалеко, когда ты хочешь, Чтобы Бог с тобою рядом был. Для тебя Отцом Небесным станет. Бог себе не просит ничего. Никогда тебя Он не оставит. Если не оставишь ты Его. Иисус мой преславный, За грехи мои закланный, Лишь Тебе мое спасенье, Лишь Тебе мое спасенье, Лишь Тебе мое спасенье, О Господь возлюбленный. Иисус мой безгрешный, Бог сошедший макромежный, Ты открыл нам двери рая, Ты открыл нам двери рая, Ты открыл нам двери рая, О Господь возлюбленный мой. Мир до смерти возлюбивший, Крестной мукой искупивший, Кто скажет тебе о желании, Ты мой свет и упованье, Взора учи во сиянье, О Господь возлюбленный. Иисус мой преславный, За грехи мои закланный, Лишь Тебе мое спасенье, О Господь возлюбленный мой. О, слава Богу. Добрый, дякую, Сестра Люда, Сестра Ева, Хай вас Бог благословит. Ну что, друзья, Давайте, кто там, Германия, Вы, наверное, У вас запасы мая будут еще-то? Наверное, что мало участвовали. В Германии ждет, что ждет. Ждем, ждем тебя. Ждем от тебя. Ждем от тебя. Я вам пою на немецком, Тут говорится о том, На чем мы будем строить, На кресте или на песке. Если на песке, То дом наш упадет. Майне ганце зубе на рута лайн, О, крестис блуту и прозе паин. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Я так нуждаюсь в твоей опоре, Молю, Спаситель, со мной пребудь. Так жаждет сердце мое покой, Устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, О, милосердный, пребудь со мной. Вражда неверье и лицемерье, Зловещий опрест греха огней, Но знаю, церковь живет в преддверии Великих славных грядущих дней. Так жаждет сердце мое покоя, Устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, О, милосердный, пребудь со мной. Я знаю, Боже, что очень скоро Придешь по ложе, скорбям конец. И тем, кто в Боге имел опору, Подаришь небе святой венец. Так жаждет сердце мое покоя, Устал я, Боже, в борьбе земной. Душа страдает в потоках горя, О, милосердный, пребудь со мной. Ну, тогда я тоже еще один стих прочитаю. Конец покажет. Ага. Такие совершать дела для Бога, Но важно, как ты будешь умирать, И с чем придешь к концу своей дороги. Конец покажет, как ты жизнь прожил, Кого ты верил и чего ты ждал, Каких богатств искал ты для души, На что надеялся. Конец покажет. А если жизнью был твой Иисус, Не будет день последним днем печальным, Без страха встретишь смерть лицом к лицу, И поплывешь надежду их причалу. В отчаянии не сможешь ты в рук, На живых смотреть не будешь скорбно. И все пойдут, и все поймут, Кто был твой лучший друг. А ты им скажешь, Слава Богу, скоро. Вот пока не будет суеты, Но тот покой, что Господом дается, И все поймут, Того повинут ты. И почему душа Иисуса рвется, Простися с родным, И родных благословишь, Уста твоей произносит молитвы, И окунувши в океан любви. Окончен путь, Завершина всей битвы, Не дрогнет сердце, Впоследний днем стоп, Направлен будет с небес Иисуса. Ты скажешь, Я иду, Встречай, мой Бог. И ангелы, И ангелы руки твои коснутся, Какое счастье, Вечно делать шаг. И в жизни уйти, О благодатье Божие, О пусть моя, Вот так уйдет душа, И тем именем, И мне чего дороже, Мой Иисус, Мой Пастор, Мой Христос. Благослови, Закончи путь достойно, Пусть будет тихо, Весь над дивных слез, По-христиански будет пусто, Спокойно. Я Господу пойду, Но не на суд. И распахнется небо синей дверью, Друзей своих встречает Иисус, О мой друг, Ты веришь этому? Я верю. Аминь. Слава Господу. Да, Слава Богу, Братера. Я думаю, зараз сестра Вера Фрицак Еще один песню нам подарит, Потом вам уже придется до молитвы. Так что, сестра Вера, догоняем, Верстаем пропущенное. Будь ласка. Хорошо, давайте, знаете, что? Про Людочка читала, значит, Псалом спела, Гагаузов там я не слышала. Давайте я спою на Гагаузове. Я хотел говорить, потом думаю, да ладно, уже сестра Вера, может, и не заметила. Слава Богу, я единый дух. Есть народ такой Божий, которые любят Бога, поэтому я спою на Гагаузовском. Ну, давай, дай. Миничулище. 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 ПЕСНЯ 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 нас. И поэтому так получается. Не рубить всего. Пожалуйста, не рубить. Хорошо, друзья, добрые. Мы идем до молитвы. Правда, я запись включил, но этот запись я не буду ставить, потому что пока приклеивать, это долгая история. Получается, не знаю, по крайней мере, у меня что-то не выходит клееным. Братеры, вы на месте? Сейчас побачим. Давайте уже до молитвы. Хай Бог благословит. Да, еще раз скажем славу Господу. Действительно, как сказать, нехорошая новость по всей земле идет. Но мы знаем, что по Кисании, что будет это время и наступает уже это время, что будут и войны, будут и землетрясения, и было все, и буря, и болезни. Ну, одно стоит слово, чтобы мы не оставили Господа, чтобы Бог нас каждый сохранил, как уже сегодня сказано было, чтобы мы, и даже слово говорит, чтобы мы носили время друг друга, чтобы мы были вместе, хоть мы из разных стран, из разных наций, Ну, у Бога, мы все дети Божьи, как мы прославляем, или на немецком, на киригийском, на казахском. Бог все наши нации понимает и знает. Только мы, конечно, мы друг друга не понимаем, но Дух Святой все понимает. Пусть сегодня Бог поможет нам, чтобы мы сегодня тоже были верны к Господу. И как уже намного в местописании Слово Божие говорит, чтобы мы всегда бодрствовали, стояли на сразу сердцах наших, в молитве. Знаете, действительно, когда идет все хорошо, у нас нет молитвы. Нет молитвы. Мы не знаем, о чем молиться и о чем просить у Бога. Но вот, видите, мы сейчас видим, что случилось в стране. Сейчас уже узнаем, о чем надо молиться. Просить у Господа, чтобы Бог остановил эту войну. И люди начинают, будут ходить и в церкви. И будут люди взывать, стучать к нему, потому что каждый человек боится умирать. Каждый человек боится. Конечно, мы эти войны не прожили. Наши родители, наши отцы, дедушки, бабушки, они прожили эти войны. Когда была Первая мировая война, Вторая мировая война, они прожили. Мы нет. Мы не знаем. Конечно, теперь Бог нам показывает вот эту Третью мировую войну. Уже вот. Потому что Бог говорит, что будут войны, будут землетрясения, будут навынения, будут болезни. И, ну, он говорит еще слово, не ужасайтесь, это еще не конец. Мы только надеемся на то, чтобы Господь нас еще сохранил, нас оберегал. Чтобы мы всегда готовы были в любое время встретиться с Господом. И написано, Бог нам тоже предупреждал и говорит, что придет время, и наступает это время. И никто не знает, ни часа, ни дня. И апостол Павел нам тоже галатам говорит, братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправьте. Такого в духе кротости, наблюдая каждого за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом испытывайте закон Христова. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи нечто, тот оболчает сам себя. Каждый да, испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалоток в себе, а вне в другом. Ибо каждый понесет свое бремя, наставляемым словом делись, всякой добрым и наставляющим. Здесь нам апостол Павел ясно говорит, чтобы мы, как он строился, и говорит, носите бремя друг друга. Таким образом исполните закон Христова. Конечно, сегодня уже брат тоже напоминал нам, о самом деле, там все было. Люди действительно думали, что этот человек может лежить так, или может, ну как мы всегда, он, о, мы видим, даже на улице лежит человек, о, он напился. Он то. А действительно этому человеку нужна была помощь. Даже священник, можно сказать, по-человечески, он прошел мимо, посмотрел на этого человека и ушел. И задается себе вопрос, а как мы будем это делать? Мы будем помогать этому человеку, или мы тоже так само придем этому человеку мимо? Подумай, а, он напился, он бомж, а помощь мы не окажем. Потому что Бог пришел на эту землю и возлюбил каждого из нас, и бомжа, и странники, и всех Он возлюбил. И Он до сегодняшнего дня всех нас любит. Но, конечно, у Его, как мы говорим, терпение у Его тоже уже кончилось. А почему, спрашивается, за наши беззакония, за наши грехи, за наше непослушание. И даже Бог говорит через Исаия, и в 59-м главе, ее рука не сократила спасать, и ухо не отяжелело это слышать. Но дальше он будет на нашем беззаконии отделились от Бога. Пусть Бог каждому поможет, чтобы мы сегодня, мы сегодня слышали, что на этой земле уже идет. Идет настоящая война, это не детская война, когда мы, когда детьми были, играли в войнушку, там. А это уже настоящая, кровяная война идет. Люди гибнут, люди страдают, люди умирают от снарядов, от пуль. Потому что Бог показывает, кто ты человек, кто ты на этой земле. Никто. Ты впрах пришел и впрах уйдешь. Пусть Бог поможет каждому, если у каждого. Я думаю, сейчас у каждого есть уже нужда. И сейчас везде с утра и мне звонили. И мне писали. Молитесь, молитесь, поститесь. А почему раньше, когда мы говорим в церкви, братья и сестры, давайте будем брать посты, давай будем молиться. Холодно стало в церкви. Люди не хотят ходить в церковь. Люди не хотят. Нет нужд у людей. Когда Бог начинает трясти народ, тогда есть и молитвы, и бежат в церковь, и знают, где группы, и знают, где церковь, и знают, и знают, где братья и сестры, и постарай служителя. Пусть Бог нам всех поможет. Пусть Бог нас всех разумит. И меня, и вас. Потому что Бог всех любит. Ну и написано, и Бог наказывает нас. За наше непослушание. Если у нас дети не послушают, что мы делаем? Наказываем. Так и Бог нас. Если мы непослушаем, Он нас наказывает. И Он говорит тоже апостолу Павлу первому филитертийцам. Он говорит такие слова. Это вторая глава с первого стиха. Ой, извиняюсь. С пятой главы, одиннадцатого стиха. Почему увешивайте друг друга и назидайте один другого, как вы делаете? Просим же вас, братья, уважать трудящие у вас и предстоятеля ваших в Господе, разумляющие вас, и почитать их преимущества с любовью, заделая их, будьте в мире между собой. Умоляем также вас, братья, разумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всему, смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра друг друга и всем, всегда радуйтесь. Здесь нам после Павла слово нам напоминает такие слова. Просим вас, братья. Он говорит одиннадцатый. Почему увешивайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете? И он тринадцатый говорит, почитайте их преимущества с любовью, заделая их, будьте в мире между собой. Бог нам предупреждает каждый раз через слово Его. Он предупреждает в церквях, Он предупреждает нас в чихах, Он предупреждает нас в пениях, в проповедях. Но у нас иногда наши уши закрыты, наши глаза тоже закрыты, они не слышат и не видят. Но Бог говорит нам. Наступает время такое, что Бог свои уши закроет и свои глаза закроет. Он не будет наши молитвы слышать, Он не будет наши золы стучать и не будет слышать. А что будет тогда, когда придем туда к Нему? И будет очень страшно каждому из нас, когда Бог скажет, отойдет меня, я не знаю тебя. И где ты будешь, и я где буду. Пусть Бог поможет каждому из нас. Я знаю, у каждого сейчас есть нужда. У каждого есть. Сейчас есть нужда молиться, чтобы Бог в разуме правительства, правительства президента остановить эту кровопролитную войну на Украине. Мы не знаем, может эта война будет по всему миру идти. Мы не знаем, один Господь знает. Но сегодня Бог еще дает это время. Мы еще можем собираться, мы можем молиться, мы можем еще стучаться к Нему. Бог нас слышит, если мы хотим иметь эту жизнь вечную. И также напоминает апостол Павла снова к Коринфанам. В первом послании к Коринфанам он говорит такие слова. Это восьмая глава. Второй и третий стих. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Так как должен знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Видите? Здесь апостол Павел нам снова говорит в восьмом главе. Со второй и третий стих. Кто думает? Есть, конечно, люди, которые думают, кто я знаю, кто они такие. Но Бог говорит, тот еще ничего не знает. И даже есть и среди христиан. Они тоже много себя возвышают. Они думают, кто они. Они говорят, вот пятьдесятники больше, вот те ниже, те ниже. А Бог говорит, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. И так же апостол Павел снова напоминает нам в десятой главе, двенадцатый стих. Почему? Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Смотрите, сейчас такое время последнее мы видим. Нам надо бояться, чтобы нам не упасть. Потому что враг восстал сильно на народ Божий. И многие сейчас, я уже говорил, церкви пустые. Церкви уже очень пустые. Нету мира нигде уже. Ни в семьях, ни в церкви, ни в группах. Нигде уже нету мира. И он говорит, Посему, что кто думает, что он стоит, берегись. Вас постигнет исключение не иное, как человеческое. И верный Бог, который не попустит вам быть исключенным в сверх сил. Но при исключении даст и облегчение, так, чтобы вы могли переносить. И так, возлюбленные мои, убегайте и до служения. Я говорю вам, как рассудительно. Сир, рассудите о том, что я говорю. Здесь нам апостол Павел ясно говорит. И также напоминается нам апостол Павел, тоже Римлян нам говорит. Он здесь говорит в 12 главе, ой, в 11 главе, в 16 стихах. Если начаток свят, то и целый. И если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились, не верим, а ты делись в веру, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пошатил природных ветвей, то смотри, пошатит ли ли и тебя. И так, ты видишь благость и строгость Божию, строгость от Павших, а благость к тебе. Если пребудешь в благость Божию, иначе и ты будешь оттечен. Здесь нам тоже слово очень строго говорит каждому из нас, здесь кто сегодня слышит это слово Божие. Также 12, в главе написано 16 стиха и ниже. Если он напоминает нам такие слова, раз 15, извиняюсь, радости с радущими, плачьте с плачущими, будьте единомыслим между собой и невысокомудростью, но последователь смирения не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пеките подобным перед тем человеком. Если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, не мстите за себя возлюбленных, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне там тщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жажет, напой его, ибо делось и ты будешь, соберешь ему на голову горящий угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Снова здесь апостол Павел нам в Риме нам очень ясно говорит. Он говорит, будьте единоместны между собой и невысокомудростью, но последователь смирения не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пеките подобным перед тем человеком. Пусть Бог поможет нас всех, чтобы мы действительно не возгордели, чтобы мы, конечно, не поднялись високомудростью, потому что кто поднимается високомудростью, тот быстро упадет. Лучше пусть Бог тебя возвышит, чем человек. Потому что такое сейчас время действительно, нам надо держаться друг за друга, молиться друг за друга, независимо от какой ты страны, независимо от какой ты нации. Мы должны держаться, потому что мы все записаны в книге жизни у Господа, и чтобы Господь не пригневался на нас, чтобы Он не излажил нас из книги жизни. Я уже сказал, очень больно будет и очень страшно будет, когда Бог скажет, отойди от меня, я не знаю тебя. И будем кричать, и будем все, мы знаем все местописания, мы хорошо знаем, проповедуем, у нас стоит вопрос, а мы его исполняем, или слушаем просто, а мы вышли из группы и забыли на это все. Если у кого есть нужды, проблемы, сейчас, я думаю, у всех есть нужды, проблемы, прошу, пожалуйста, будем молиться друг за другом. Я думаю, что наша первая необходимая, самая нужная нужда, это молиться, чтобы был мир на Украине, чтобы войны не было. Поэтому давайте все нужды вместе, я понимаю, что возможно у нас все какие-то и нужды, но давайте все разом вместе попросим цей вечер милости Господней, чтобы Господь помиловал нас, помиловал Украину, украинцев, гражданных Украины, жителей Украины, чтобы ни одной семьи не было ни скорби, ни печали, ни горя. Просто я хотел бы объединить только в одну молитву, мы вопяли до нашего Господа и просили милости. Если есть согласие, друзья, давайте будем совершать молитвы. Средние молитвы. А? Средние молитвы, чтобы была проблема, только у нас одна, там больше все за мы. У нас проблема это мир. Давайте будем с вами. Я тоже звезда. Давайте помолимся, друзья. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. . 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